В прямом эфире репортера новости в студии Григорий Блайда. Здравствуйте. В Одессе сотрудники супермаркета не смогли попасть на свои рабочие места. В 6 утра в магазин Виртус на улице Сегетской зашли несколько десятков человек. Они заклеили вход надписями закрыто и не пускали никого до приезда руководства. Мужчина, который ими руководил, представился новым арендатором. Он заверяет, что у него есть договор об аренде и некое решение суда. Но в Виртусе эти действия называют незаконными. Напомню, это уже шестой магазин сети Виртус за этот год, который закрыли подобным образом. Анна Горденцева продолжит. Я пришла на работу, здесь уже все было закрыто. В принципе, по механизму действия следовало ожидать. По-моему, кто-то хочет уничтожить все Виртусы. Прийдя сегодня утром на работу, сотрудники Виртуса обнаружили вот такие вот наклейки. Они есть вдоль всего магазина. В 6 утра сюда вошли несколько десятков человек. Они говорят, что у них есть на это основание. Представители Виртуса говорят, что это рейдерский захват. Человек, который называет себя новым арендатором помещений, показывает документы. Говорит, у него заключен договор аренды собственникам здания на год. Я являюсь арендатором данного помещения и у меня есть документы исполнительной службы о передаче мне данного помещения. Неоднократные просьбы к магазину Виртус покинуть помещение, так как они не имеют на сегодняшний день к нему отношения, были проигнорированы. Собственника никаких договорных отношений с Виртусом нет. Собственника есть договор аренды со мной. И с учетом конфликта, который у меня сейчас также с собственником по поводу передачи этого помещения, а передать он мне полноценно не может из-за того, что здесь не выезжает магазин Виртус, я обращался в суд. В суде у меня есть ухвала суда о обеспечении по данному моему иску. Перестаньте возмущаться, что сейчас выйдете. Вместо продажи продуктов сегодня сотрудникам супермаркета пришлось вывозить товар из магазина. В Виртусе произошедшее называют рейдерским захватом. Свой правотувание обещают также доказать через суд. Абсолютно незаконно все. Тобто шляхом маніпуляций, шляхом отримання якихось незрозумілих рішень суддів, які ніхто нікому не доводив до відома. Знову ж таки йде рейдерское захоплення наступного уже за рахунком шостого магазина з мережі магазинів Виртус. Знову ті самі люди, знову ті самі підставні фірми, які між собою роблять перекидки. Буквально тільки сьогодні, враховуючи те, що вони знову ж таки ось шостій ранку захопили магазин, який, в принципі, ніхто не попереджав, ніхто не шов на якийсь контакт. Магазин Осьегенський пополнил список закрытых магазинов сети Виртус. Так, два місяці назад в Черноморскі развернулася настоящая война за Виртус. Тогда в ход пошло газовое оружие. Такая же ситуація наблюдалась и в городе Южном. В этот раз все прошло мирно и без разбитых витрин. Анна Городянцева, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. Одесситы штурмовали управление архитектурой из-за масштабной застройки дачи Ковалевского. Более сотни жителей района 411 батареи выразили протест против строительства высотного комплекса. Напомним, недавно Градсовет согласовал проект строительства 13-16-этажных зданий в границах улиц Ореховая, Марии Демченко, дачи Ковалевского и академика Вильямса. Заказчиком строительства выступает Одесская национальная академия архитектуры и строительства. По словам жителей, согласованный детальный план территорий нарушает как генплан города, так и проект зонинга. Протестующим вышел заместитель главного архитектора города Марат Касимов и предложил назначить встречу на другой день, когда будут и проектировщик, и застройщик, и руководство управления. По словам чиновника, обсуждаемые ДПТ не вынесут на ближайшую сессию городского совета. Каких-либо подобных собраний эта процедура не предполагает. Поэтому мы знали о том, что планируется из интернета. Мы тоже были информированы о том, что планируется какое-то собрание. Но извините, вас пригласили к нам в гости, не поставив в известность нас. В итоге жители и представители управления архитектуры договорились о новой встрече непосредственно на месте планируемой стройки. Но когда она состоится, пока неизвестно. На Карейно-Бугазе появится дополнительная социальная инфраструктура. Об этом говорили на заседании областного архитектурно-градостроительного совета. Четыре школы и четыре детских сада обещают построить в поселке. Также, согласно детальному плану территории, запланирована реконструкция магистральных дорог и строительство медучреждения, которое будет обслуживать и жителей прилегающих районов. Больница, которая будет обслуживать не только жителей этого населенного пункта, но и будет иметь возможность обслуживать жителей безлежащих. Где больницы? Вот, вот, в центре. Вот больницы, да. Магистральные улицы, которые, ну, инфраструктура это не только у нас социальная, но еще и инженерная, да. Вот мы, это проектированная улица, ее не существует сейчас. То есть она предполагает, что грузовой транспорт, если мы его пускаем вдоль границы населенного пункта, это улица промышленная. Она проходит через по границе, как бы, населенного пункта и связывает заводную и восточную... В доме на улице Инглизи Одессит зарезал жену, а затем ударил себя ножом в грудь. В окровавленном состоянии его заметили соседи по коммунальной квартире, они и вызвали полицию. По словам правоохранителей, между парой завязалась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил свою жену. Одессита, который затем ударил и себя спасли, теперь ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмой. Ну и конфликт со стрельбой произошел сегодня утром на поселке Котовского. Об этом сообщают в пресс-службе областной полиции. По словам водителя, на перекрестке улицы Академика Заболотного и Днепродороги один из пассажиров направил на него пистолет, затем уже на улице он совершил несколько выстрелов по автобусу. В результате, к счастью, никто не пострадал. На место прибыли полицейские и задержали стрелка. Сейчас водитель и его обидчик находятся в Суворовском райотделе и дают свои показания. На улице Королева два парня напали на 50-летнего мужчину. Молодые люди нанесли ему удары по голове и телу. В результате избиения мужчина потерял сознание, после чего злоумышленники отобрали у него деньги и мобильный телефон. Полиция успела задержать преступников и доставила их в Таировский райотдел. Отмечу, что ранее эти же нарушители были судимы за подобный разбой. Встановлено, что затриманы ранее уже судимы за скояние майновых злочин. На данный час им поведомлено про подозру о вскоянии правопорушения, предпоченного частью 2 ст. 187 «Разбий Криминального кодекса Украины». Досудовое расследование затримает. Программа «Здоровье». В бюджете следующего года на нее предусмотрено 73 миллиона гривен. В рамках программы помощь получат дети с тяжелыми заболеваниями, например, с гемофилией или ревматоидным артритом. «Основной проблемой после рождения детей от 500 грамм и выше является то, что они не могут самостоятельно дышать. То есть легкие этих детей не раскрываются, говоря простым языком. Так вот, в рамках программы «Здоровье» закупается препарат, так называемый «сурфактант», который вводится непосредственно в легкие, в бронхиальное дерево и в легкие сразу после рождения этих детей». В рейтинге комфортности городов Украины Одесса заняла 14-ю позицию. Журнал «Фокус» составил свой рейтинг, который включил комфортные для проживания города страны. Победителем стал Львов, за ним следует Киев, ну а большинство других городов в первой десятке с западной Украины. Там, по мнению издания, наиболее безопасно вести бизнес. 14-ю позицию Одессы объясняют дороговизной города и одновременно низкими зарплатами. Из преимуществ отметили транспортное сообщение и близость моря. В Одессе открыли еврейский детский пансион. Учреждение назвали «Дом Сабрина». Там будут жить дети-сироты из малообеспеченных семей, а также студенты, которые учатся в еврейских учебных заведениях Одессы. Здесь будет и детский дом для девочек, и общежитие для девочек университета еврейского. На втором этаже будет школа для деток с первого по четвертый класс. Мы, когда узнали, что мы переезжаем в такое очень красивое здание, мы видели уже все внутри, и, в общем, да, это круто. Здесь будут жить дети, которые из неблагополучных дома. Здесь будут жить дети, которые не могут получить такие условия в их домах по разной причине. Мы для них строили идеальные условия, 50 спальных мест, все новое, с подвала до третьего этажа. Уникальное учреждение появилось среди ветхих домов на Довалановском спуске. Еврейская община отреставрировала одно из таких зданий. Результат превзошел все ожидания. В мэрии говорят, это старт масштабного проекта по реконструкции Довалановского спуска за счет инвесторов. Три, два, один, полетели! Был проведен форум этим летом, в котором на территории Довалановского спуска подразумевалось создание новых туристических проектов, а также инвестиционный проект в строительство развлекательных, жилых, торговых комплексах. На сегодняшний день со всеми собственниками всех зданий, это в большей степени иностранные компании, иностранные поданные, ведутся переговоры на предмет объединения всего комплекса, всех зданий Довалановского спуска в единый пул проекта. В Одессе хотят собрать две тысячи подарков для детей из интернатов. Стать добрым Дедом Морозом для них может каждый. Малыши мечтают о куклах, машинках и констоварах. Те, кто постарше, о сноубордах, мп3-плеерах и даже о рэперской кепке. Достаточно обратиться в благотворительный фонд «Добрый самарянин» и выбрать конкретного ребенка, а также исполнить его новогодние желания. Девочка Кристина, ей 6 лет, она просит куклу, резиночки, заколку и шапку. Волонтеры опросили сотни детей из интернатов и узнали, о чем именно мечтают дети. Мечты у всех, как всегда, разные. В этом году хотят собрать две тысячи подарков. Первое направление – это вот такие вот, мы их называем вкладыши с личиками, где лицо ребенка, человек напрямую видит, кому он дарит подарок, потом мы в соцсети выставим ребенка с этим подарком в руках, чтобы человек удостоверился, что оно точно дошло до адресата. Первое направление. Второе направление – это индивидуальные подарки, которые можно найти в соцсетях, выбрать ребенка, выбрать его мечту, реализовать ее, привезти нам подарок или по пунктам сбора, которых уже около 60. Елочки с детскими мечтами отправят в офисы, супермаркеты, торговые центры. За несколько дней в Боготолитенном фонде уже появились первые коробки с подарками. Правда, пока не именные. Также есть подарки не индивидуальные. Просто можно написать, на какой возраст рассчитан подарок. Например, девочка 6 лет. И тогда это будет не личный подарок, но прям личный-личный. Мы их называем общими. Тут вот то, что может пригодиться ребенку, то, что может порадовать. Подарки дети получат в январе на праздничном концерте. Анна Граденцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Южненский баскетбольный клуб «Химик» проиграл пятый матч в Лиге чемпионов. На этот раз подопечные Виталия Степановского уступили на своем же паркете турецкой «Коршияки». Подробности спортивной жизни в нашем сюжете. Баскетболисты «Химика» все больше и больше отдаляются от шанса выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. После победы над Венецией чемпионы Украины уступили финской «Ката» и румынской «Араде», а теперь еще и турецкой «Коршияки». Проигрывать хозяева начали еще в первой четверти 13-16. Во втором периоде удалось несколько выровнять игру и сохранить разницу в счете, но после большого перерыва турки смяли оборону подопечных Виталия Степановского и оторвались на 20 очков. «Химику» удалось выиграть лишь последний игровой отрезок, когда исход матча уже был предрешен. В итоге победа «Коршияки» со счетом 78-60. Самыми результативными игроками в составе «Химика» стали Александр Антипов, набравший 16 очков. Дабл-дабл сделал Вячеслав Петров 12 баллов и 11 подборов, а Джеймс Смит отметился 9 очками. Таким образом, с пятью поражениями в шести матчах ежи уверенно замыкают турнирную таблицу своей группы. В следующем туре Лиги чемпионов украинцы в гостях сыграют с израильским Макаби Решон. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на репортере. До скорой встречи в эфире.